В Магнитогорской картинной галереи состоялось открытие выставки традиционного декоративно-прикладного искусства Японии «Мир японских кукол Кокеси». Инициатором ее проведения стал Японский фонд, занимающийся вопросами межгосударственного сотрудничества в сфере культуры. В канун 2018 года, который объявлен в России годом Японии, ее представители решили познакомить россиян с частью древнейшей культуры своей страны. Для этих целей и была создана передвижная выставка деревянных кукол, которая расскажет не только о развитии ремесел, но и о мире духов и суеверий, бытующих в стране восходящего солнца. Куклы Кокеси. Сегодня эти милые резные фигурки может привезти из Японии любой турист, посетивший горячие источники. Воспринимая их как сувениры, многие даже и не догадываются, какое мощное мистическое начало заложено в некоторых из этих статуэток и какие неожиданные горизонты они могут открыть для своего нового владельца. Первые упоминания Кокеси были найдены в летописи периода Эда 1603 года. Дословный перевод этого слова – «вычеркнутое забытое дитя». Так называли вырезанную с дерева шаманом куклу, которая имела особое обрядовое значение. В крестьянских семьях не было возможности содержать несколько детей, и девочки были менее желанные, и поэтому от них избавлялись. И это была как поминальная кукла, такая в памяти о ушедших детях. Поэтому все куклы Кокеси – это все девочки. Считалось, что Кокеси дает матерью возможность поддерживать связь с утерянным ребенком. В семье эти куклы были сродни божеству. Уже тогда им стали приписывать уникальные свойства. Отмечалось, что чьи-то семьи они разоряли, а кому-то приносили удачу. Со временем в разных провинциях Японии стали создаваться ритуальные куклы уже совсем по другим поводам. И слово «кокеси» постепенно начали трактовать не по его прямому значению, а по общему ощущению от этой фигурки, начав называть ее «мистической куклой». Так в обиход японцев вошло божество под именем Дарума. Когда получал Даруму японец, он обычно загадывал единственное заветное желание. И нарисовал, вернее, делал зрачок, нарисовал зрачок, потому что они слепые Дарумы. Рисовал этот зрачок на одном глазу и на подбородке писал свое имя, чтобы божество не перепутало, чье это желание. Если желание исполнялось, то тогда на втором глазу рисовался второй зрачок, и человек был счастлив, желание исполнилось. Вслед за Дарумой появился бог учености и мудрости Фукурума, который, кстати, стал прародителем знаменитой русской матрешки. Такая игрушка разъемная, и в ней находились божества рангом пониже. И наши мастера подивились, посмотрели, им понравилась очень эта игрушка. И они решили сделать что-то похожее, но свое, исконно русское. И вот такая вот версия происхождения нашей матрешки есть. Стоит отметить, что заполучить куклу как Эсси было непросто. Чтобы дерево наполнилось необходимой энергией, его хорошенько просушивали, что занимало зачастую от одного года до пяти лет. Все это делало куклу по-настоящему бесценной. Веря, что она поможет собрать хороший урожай, принесет в дом достаток и удачу, японцы передавали ее из поколения в поколение. Стоит отметить, что традиции изготовления этих кукол сохранились до сегодняшних дней. Во всех 11 провинциях Японии есть свои школы как Эсси, где навыки изготовления этих кукол доведены буквально до совершенства. Отличия мало заметны на первый взгляд, но все же они есть. То есть какие-то школы, допустим, в этих куклах появляется талия, в каких-то куколах голова больше размером или меньше размером, например. Отличаются узоры, где-то просто линии или зигзаги изображены, а где-то пышные цветы, пионы, сакура и так далее. Благодаря Японскому фонду магнитогурцы получили возможность увидеть чудо-кукол как Эсси из всех 11 провинций. Стоит отметить, что эта выставка пробудет в нашем городе до 16 сентября. Поэтому еще не поздно прийти и познакомиться с этим удивительным миром и загадать желание, которое всевидящий Дарума вполне возможно сможет исполнить. Татьяна Артенко, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН. Субтитры создавал DimaTorzok